СПОНСОР ПОКАЗа Ханса, guten аппетит! С нами за этим же, так сказать, рабочим кухонным столом находились творческие люди, те, кто спасает жизни и даже те, кто украшает наш город. Сегодня мы представляем вам еще одних организаторов и уже полюбившихся вам людей, потому что вы их точно видели в кадре. Кто-то появляется гораздо чаще, чем даже ваш покорный слуга Михаил Цуркан. Мы сегодня поговорим о проекте «Шугар Фри», о новой площадке для реализации ваших творческих возможностей. Обо всем об этом, конечно же, с главными героями и участниками, которые себя реализовали когда-то, выйдя на сцену проекта «Шугар Фри». Итак, я хочу представить для начала Яну и Диму. Но Диму, вы знаете, Яну, наверное, тоже, потому что Яну у нас относительно тоже медийный человек, ходит по разным радиостанциям и телевидениям и обо всем рассказывает. Но если говорить серьезно, то, конечно, во-первых, привет, спасибо большое, что вы пришли. Это сейчас, наконец-то, мужско-женское рукопожатие такое. Привет, Миша! И человек, который, открою небольшой секрет, всегда подъедает наши ингредиенты до начала съемок. Который не успел заколебать в рамках рабочей недели. А потом, я вам скажу, а потом, главное, вначале подъедает, а потом вы думаете, ну сейчас же мы приготовим. И я позову Дима, Дима, иди кушай. Я зову, а Дима уже и след простыл. Ну, ребятки, давайте так, у нас всегда традиционные этапы соблюдаются, то есть мы в них верим. Поэтому вы сейчас улыбайтесь на ту камеру, а потом я обо всем расскажу. До начала расскажу о вас и что такое проект SugarFree. SugarFree – это проект для тех, кто устал от напыщенных пафосных вечеринок, для тех, кто любит живую музыку и живой юмор. Отличная площадка для старта талантливым молодым людям. Выпускники и участники проекта Павел Малышев и Крис. Организаторы и инициаторы проекта Я на позитиве. А также Ассоциация молодых музыкантов, которую представляет Дмитрий Спиваков. Так вот, конечно, у вас регалий много у каждого, потому что каждый из вас, где-то каждый в своем направлении и в своем русле уже достиг больших высот. Вот, и дальше продолжает самореализовываться. Но все-таки проект SugarFree решили возобновить. Это очень здорово, потому что и из-под вашего крыла, так сказать, очень много уже людей полноценно творческих сформировалось. И теперь они очень хорошо и здорово работают и чувствуют себя на больших и малых сценах. Это они из-под ее крыла. Из-под твоего крыла, Яна. Поэтому ты, пожалуйста, расскажи, сколько дней, сколько лет мы ждали возобновления SugarFree. И какие теперь, может быть, есть какие-то изменения? Что теперь ожидает наши телезрители? Как могут связаться с вами? Как можно, условно говоря, подать заявки и тоже стать участником SugarFree? Ох, сколько вопросов, да, за ссылку. Ох, я забыла, я последний только запомнила. И ты пока отвечай, да. На ней было нас, на самом деле, давненько. Мы где-то в районе года не показывались, не выступали, но мы не останавливались. Ребята развивались, мы тоже. Искали хорошую, удобную для нас площадку, что очень большая проблема у нас в городе. Хочется, чтобы тепленько было. Да, вот хочется, чтобы людей располагало. Чтобы зимой было тепленько, да. Чтобы вот близко, чтобы не на сцене где-то там далеко, а вот поближе к народу. Ну, чтобы по факту, чтобы оно было в формате квартирника такого. Чтобы было вот поговорить, потрогать, пообщаться, повзаимодействовать, попеть всеми вместе. Вот, чтобы это все было. Ну, такой шумно-орательный человек. Смотрите, получается, что сегодня, в день выпуска программы, а именно 16 декабря, уже как бы начинается вот эта вот долгожданная встреча. Как дальше могут наши телезрители и те, кто впоследствии увидит и услышит, что происходит на площадке SugarFree, подать заявки? Ну, как бы стать участником проекта? Во-первых, есть официальная страница проекта SugarFree. Можно зайти, отправить, вот там есть такая кнопочка «Отправить сообщение». Нажать на кнопочку, отправить нам какие-нибудь видеофайлики, мы с удовольствием это все просмотрим. А, то есть можно видео, не обязательно там приходить, послушайте меня, пожалуйста. Нет, приходить, послушать надо. Но я имею в виду послушать сегодняшний концерт. А вот свои видео, вот лучше отправить так, мы отсмотрим, обратно отпишемся. Да, и с удовольствием потянем людей в проект. Почему нет, мы всегда рады. Судьбу решайте вы вдвоем? Яна. Судьбу решать вселенную. Судьбу решать вселенную. Ох, ничего себе ты завернул. А судьбу нашей программы, друзья, сейчас внимание будет, гениальнейшая подводка. А судьбу нашей программы, конечно же, решают наши партнеры. Сеть супермаркетов «Фидеско» в этот раз наконец-таки решила и нашу судьбу, и того, чем мы сегодня вас будем почивать, и что мы сегодня будем готовить. Что это? Правильно. Мишки очень любят мед. Почему? И кто поймет. Значит, медик нам понадобится дальше. Я бы хотел, наверное, попросить сейчас вот вас распаковать еще одни ингредиенты. Это наши вкусные и полезные сухофрукты и орехи. Мы тоже легко и быстро нашли. Здесь без разницы, прям вот туда же все в миске складываете, шуршите себе на здоровье. А ты знаешь, когда ты домой приходишь, у тебя есть кот? Кошка, да. Кошка. Вот ты, когда кладешь в пакет, и начинается вот это вот, а что там, а что там? А, да, да. Ты мне что в пакете? Да, теперь я понял, на самом деле, откуда у Дмитрия такие повадки. Дело в том, что это единственный телеведущий, воспитанный кошками. Ну что, а мы продолжим. Отпасу, уважаемые наши телезрители. Что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить уже предпраздничное настроение, потому что многие готовятся сейчас к празднованию Рождества, так сказать, по европейскому стилю. Я могу жевать в это время. Ну, тут как и те, вот ты мне друг, и что я тебе могу сказать? Нет, конечно, то, что я говорил, оно вот сейчас и происходит. Ты не кошка, ты мышь. Вот. Значит, смотрите. Друзья, мы решили приготовить два вида печенья, которые готовятся очень быстро. Вам достаточно разогреть духовочку на 180 градусов, подготовить все необходимо. Мы, конечно, за песней, за словом каким-нибудь добрым. Мы вот это все будем сейчас, весь этот процесс производить. Но вообще, если вы быстренько это сделаете, то за 10-15 минут вы приготовите само вот это вот вкусненькое тесто и отправите в духовку на еще 10-15 минут. То есть 10-15 минут у вас есть на то, чтобы, в принципе, поставить чайничек, заварить вкусный чай, позвонить друзьям, сказать, ребята, приезжайте. А сегодня именно такие позвонили, они взяли и приехали. Вот. И угостить их печеньем. И скажут, да что, Михаил, чем вы нас можете удивить, что смысл какой в этом печенье? А знаете какой? Печенье у нас без сахара! Но оно будет вкусным и для чая еще и полезным, потому что сахар у нас заменяет в одном из видов печенья мед, в другом у нас вот этот вот прекрасный сухофрукт, если, конечно, останется. Скажи, дальше, вот перед Новым годом начинать проект. Это же, ну, относительно рискованное, я так понимаю, занятие такое. Ну, сколько, то есть какая периодичность будет потом самого проекта? Сейчас мы планируем проводить мероприятие раз в месяц, в дальнейшем. Почему перед Новым годом? Потому что атмосфера сейчас волшебная, хочется собрать близких, классных людей вокруг, показать им, как можно тепло и хорошо проводить с нами время. А Дмитрий в это время, пока вы весело проводите время, вот прямо вот так вот, не пачкая рук, натирает на большой терке масло нам в миску. Вот обрати внимание, вот так всегда. Мужчины что-то в это время делают, а женщины волшебно проводят время. Женщины, проводите волшебное время, дальше нам интересно. Я к чему, собственно говоря, почему когда-то это все называлось, назвалось шугар-фри, потому что в какой-то момент мероприятия в нашем городе достигли какого-то пика пафоса. Слащавые такие были, отвратительно, да. Вот эти вот, а-ля лакшери, только уже не лакшери, а уже. Не, ну я до сих пор, у меня в голове вот это вот гламурное вечеринье, вот это слово, которое до сих пор, вот оно, я думаю, что это было? Вот что это было за... и все, и все вдруг стали гламурными, гламурная вечеринка, гламур 2015, гламур 2016. А знаешь еще, это смесь слов гламур, VIP, лакшери вместе в одном названии. Да, мега-фэшн-бул. И, в принципе, они-то сначала так и хотели назвать проект. Так? Да. Гламур, лакшери, VIP-фри. Такое что-то. Да, а потом уже шугар, да? Да. А потом появится, да. Это мы и хотели передать название, в общем, что это без сахара, без дополнительных подсластителей. Это мы настоящие, такие, какие мы есть. Кто-то умеет петь, кто-то делает это профессионально, кто-то только начинает. У кого-то просто есть харизма. Да, кто-то просто сидит с гитарой и ничего не делает. Так, ай, 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 прости, я тебя перебью, а еще надо? Вот, посмотри, я половину уже начал. Ну, вообще, как бы, да. Да? Да, прям нам нужно вот масло. Продолжай, я больше не буду тебя перебивать. Яна, а ты пока чуть-чуть помешай мед. Давай, я могу мешать. Нам нужно мед немножко разогреть, но там нам не хватает, нам нужна еще одна столовая ложечка меда. Сейчас мы ее добавим. Просто уже кастрюлька или ваш сотейник у нас в данном случае вот он нагрелся, поэтому я пока чуть-чуть попрошу помешать. Пока, Дима, если у тебя останется кусочек, ничего страшного. Я в данном случае хочу даже сверить с рецептом, который есть, а то вдруг действительно нам... Хотя я думаю, что масло мне не испортишь вообще. Уже другую сторону? Так. Важно по часовой, по часовой. Это чтобы энергия правильно закончилась? Да, да. Это правильно, чтобы энергия действительно, да. Все дело в молекулярном составе. А, да, да. Мне так нравится, что вы такие космические все, окажут. Дмитрий, вы можете остановиться, нам нужно буквально вот 150 грамм, остаток можно положить. С приятным человеком, с приятным голосом и хотя бы пытаться хорошо петь. Ну, по крайней мере, сегодня будет большое количество людей, которые поют шикарно. Несомненно. Да, мы решили забавакать. Уже сколько сегодня участников и могут ли наши телезрители стать зрителями проекта? Конечно. То есть, как они могут попасть? Яна на меня так выразительно смотрит, я смотрю на нее, думаю, я что-то не так говорю. Все, все прекрасно. Ребят, сегодня студия Мейкерс, Московский проспект 21. Да, приходите в гости, будет весело, очень душевно, что важно. И самое главное, что, наверное, всем мест, я надеюсь, по крайней мере, что всем мест хватит. Непременно. Ну, атмосфера будет такая квартирная. Студия Мейкерс – это такой своеобразный лофт в стиле квартиры. Чем мы хотим вас приятно удивить, потому что именно в такой атмосфере можно на самом деле попеть и покричать вместе с музыкантами. Вот. Песни, я надеюсь, все цензурные, да? Конечно, конечно. Дмитрий, вот вам пергамент. Конечно. Застилайте, пожалуйста, наши противни. Кстати, за счет цензуры. Да. Хотела отметить, что нам никогда не чужд был маленький творческий беспредел. Так. Поэтому следующий щугар будет посвящен сектору газа. Это серьезно? Нет. Слава Богу. Так? Это не серьезно. Но какие-то юморные и веселые, игривые песни, может быть, с присутствием черного юмора, мы себе иногда позволяем. Да. Есть ли какое-то возрастное ограничение у этого проекта? То есть я так понимаю, что все равно сам процесс выступления – это процесс вечерний, процесс ночной. То есть я так понимаю, что все равно от 18 и выше, наверное, да? Ну, 83 года потолок. Почему? Потому что мне 83, и как-то придется там участвовать. Что? Ты хорошо сохранился. Спасибо. Это все потому, что он много ест. Смотрите, я думаю, что сейчас, пока вот мы будем жужжать, вопрос еще один. Сколько? У меня рука устала. Давай я сейчас тебя сменю. Дмитрий, значит, засыпай. Можешь под эту песню вот как раз? Засыпай, сухофрукты сюда засыпай. Слушай, я прям все отправляю? Да. И орешки тоже? И орешки тоже. И орешки тоже. Сколько уже реализованных проектов с подачи шуга-фри у нас уже существует? Но один я точно знаю. Один. Это я вот лично знаю. Это вот мы прям часто-причасто прям встречаемся. Это вот Павел Малышев, который уже в отдельном проекте музыкальном тоже принимает участие. Кто еще? Много, много. Имя, сестра, имя. Имя, имя. Да. Ну, много на самом деле проектов выросли с наших начинаний. Ну, мы так надеемся, что мы им чем-то помогли. В свое время. Вот Пашка, конечно, в том числе. Кристу мы считаем своим человеком. Да что там скромничать? Говорите, говорите. Все вокалисты города Кишинева. Вот так вот. Как-то уверенно я сейчас ляпнул. На самом деле приходите сегодня и увидите их всех. Потому что сегодня на мероприятии мы решили собрать всех людей, которые были с нами у самых из истоков. Не обязательно все они стали профессиональными исполнителями, но они продолжают этим заниматься, это любить и делать, это очень душевно. Ну, в любом случае, слово профессиональное, это их профессия. Они этим работают, живут, существуют, поэтому, но они профессиональные исполнители. Да. И у вас есть возможность это тоже все реализовать. Друзья, в нашем сотейничке, в вашем сотейничке или в нашей маленькой кастрюльке сейчас две столовые ложки меда уже чуть-чуть подогрелись, и мед приобрел более жидкую консистенцию. Сюда нам нужно добавить буквально вот чуть-чуть соды. И я попрошу, конечно, сейчас Дмитрия взять в руки то, без чего, ну, вокал немыслим. Возьмите яйца. Дмитрий, возьмите яйца в руки. Ты хотел уточнить, хороший мужской вокал немыслим. Вообще, я считаю, что любой вокал немыслим. Поэтому каждый, рано или поздно, кто берет в руки микрофон, вначале берет в руки яйца. Поэтому давайте, это вы не о секретах шоу-бизнеса сейчас, вы неправильно не понимаете. Я пытаюсь. Смотрите, какая шикарная консистенция. Дмитрий, имейте яйца, пожалуйста. Куда? Сюда? Да, да, сюда. Сколько? Два. Два. Вот смотри, я, ну, ты не попросил этим тебе помочь. Возможно, я не так хорошо бью яйца, как и вы, Дмитрий. Я просто знал, что Дмитрию можно доверить самое дорогое, что у меня есть. Вот. Друзья, вы посмотрите, какая чудесная структура вот этой вот смеси. Посмотри, уже вкусно. Итак, смотрите, друзья, получается действительно очень интересная консистенция того, что у нас здесь внутри уже вот таким вот образом заваривается. Я всегда говорил, что приготовление, скажем, десертов или каких-то таких вот праздничных угощений, а это, я вам скажу, действительно может стать частью вашего праздничного стола. И причем, если вы переживаете за фигуру или там вам как-то что-то советуют диетологи, поверьте, здесь все самое полезное. Одна столовая ложка корицы сейчас добавляется к нам сюда. Вот. И все, что нам нужно сейчас будет сюда добавить, это полтора стакана муки. Вот для этого мы возьмем вот эту вот большую мерную ложечку. Здесь просто тепленькое. И добавим большой мерный стакан. И добавим это все сюда, чтобы потом сформировать, значит, тесто. И полученное тесто мы уже будем выкладывать на противень. Единственное, что я попрошу, наверное, Дмитрия мужской рукой немножко потряхивать сверху. Чуть-чуть, но только на вот эту вот бумагу. Да-да-да, чтобы потом это все смазать. Я, видимо, не первый день с Дмитрием знакома, поэтому отбегает далеко. Вот. Скажите быстренько в двух словах, кто вас поддерживает. Потому что Sugarfres, если вы думаете, что этот проект какой-то относительно местечковый, я, наверное, здесь развею все ваши мифы. Потому что этот проект вышел на, я считаю, очень достойный, хороший уровень. Вот я сейчас должен сказать. Ну, во-первых, нас поддерживает моя мама. Мама, спасибо. Да. Шутка. Ха-ха-ха, так. Вот я не смешно сегодня шучу, правда? Да нет, нормально про маму. Нормально, пойдет. Хорошо, на 7-8. Российский Центр науки и культуры, им большое спасибо. Они вот прям подключились, сказали ребятушки, погнали. Ну и подключилась Ассоциация молодых музыкантов Молдовы. Соответственно, как бы, да. Яна тоже подключилась, она говорит, а что, погнали. И как-то это все так легко, задорно, да? Про молодых музыкантов. Да. Про ассоциацию молодых музыкантов. Что вообще мы хотим сделать? С чем у вас ассоциируются молодые музыканты, да? С дешевой рабочей силой. Да, те, на кого можно заработать, да? На самом деле, мы хотим собрать вокруг себя побольше молодых, талантливых ребят, которые хотят, которые умеют, могут. И показать им, что у нас есть площадка, что мы можем им предоставить. Площадку для развития, команду для развития, место, где они могут показать себя, попробовать себя и, естественно, вырасти. Ну, как я уже говорил, у нас, правда, очень большое количество мега талантливых, поющих, артистичных людей, но с ними мало кто работает. А на самом деле, как бы, заниматься ими надо. И вперед, погнали, поехали. Вот сегодня, опять же, да, начнем. Сегодня вечером вы начнете. Ну, мы можем сказать вам только так, что называется с Богом. Я так понимаю, что есть еще какая-то грандиозная цель. Но об этой цели мы поговорим вот совсем скоро. Я сейчас из этого теста буду скатывать вкусные шарики. Наша духовочка уже, в принципе, разогрелась. Ханса в этом плане нам всегда... 180 градусов, да? Да, 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 да. Вот прекрасно помогает. Вот, я сейчас начну из этого делать уже печенье. Яна, она реагирует на меня. Нажмите вот это. Спасибо большое. Спасибо, что реагирует, Михаил. Спасибо, Яна, как я хотела бы сказать. Спасибо, Яна. Да. Итак, вам, знаете, кто хочет сказать, вам нечем заняться сегодня, друзья. Вечером во сколько начало? В шесть. В шесть начало? В шесть ждем всех. В шесть. Приходите. Это Мизон, это на Рыжхановке. Я думаю, что вы быстренько сориентируетесь с данной площадкой. Вы ничего, по крайней мере, упустить не сможете. Попасть туда легко и просто. Ну, а мы пока готовим шарики, отправим их туда. Приступим к затем приготовлению и изготовлению уже второго вида печенья. Напоминаем, все у нас без сахара, наоборот, даже с какой-то определенной пользой. Здесь у нас мед. Во втором рецепте у нас будут сухофрукты. Вот. А мы переключаемся на рекламу. И после рекламы обязательно вернемся на канал РТР Молдова в программу Азбука Вкуса. И, наконец-таки, есть сейчас возможность вернуться в программу Азбука Вкуса на канале РТР Молдова. Самый любимый, потому что там еда. Друзья, ну так устроен наш организм, как и все живое в нашем мире, оно должно есть. Правда, в нашем мире все друг друга едят. А мы вот едим, понимаете, здоровую, великолепную еду, которую готовим вместе с вами. А если вы захотите приготовить ее дома, то потом заходите на наш сайт rtr.mda или затем смотрите повторы на ютубе или повторы, в том числе, на канале РТР Молдова. Вот они, выходцы, вот они, птенцы, которые, собственно говоря, окрылились уже, оперились и стали самостоятельными, я бы сказал, уже исполнителями. Посмотрите, как они великолепно себя чувствуют. Такое ощущение, что у нас сейчас выпускной 2019 года. И вот перед вами сейчас мисс выпускник и мистер выпускник. Знаете, как всегда, король и королева бала. Но прежде чем вы начнете инструментом своим махать, урудовать, посмотрите, какая красота у нас получилась из предыдущего включения. Из предыдущего гостя. Из не вошедшего, друзья. Вот что у нас получилось. Это все руками Дмитрия Спавакова и Яны Позитиви. Мы это все отправляем в духовочку Ханса на 15-20 минут. Я сейчас проверю время. Время есть. Время заряжаем на 15 минут. Она нам сама пропикает. Вот так. А в это время выпускники Sugar Free исполняют для вас великолепную песню. Какую? Веселую. Веселую, великолепную песню. Поехали! 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 Ну вот, здорово! Хорошо, что вы пришли еще вчера и ждали своего звездного часа. Проходите, прекрасный инструмент, можете его облокотить на что угодно. Я теперь понимаю, почему битбоксеры все время держат микрофон вот так вот, чтобы не разбрызгивать. Смотрите, что мы сделали до вас. Мы до вас уже отправили в духовку вместе с вами. Привет, очень здорово! Вы соскучились сами. Вы будете, кстати, сегодня? Обязательно. Без нас никак. Но вы уже выйдете на сцену гордо, да? Без этого жим-жима без нас. Фартушки, наверное, выйдем. А с каких пор у нас есть жим-жим? Никогда не было. У вас не было перед сцены ни разу жим-жим? Благодаря Sugar Free никогда теперь нет? Не знаю, как ты, как ты. Может быть, у вас был Free Free тогда? У меня практически каждый раз перед выходом есть какие-то там... Ну, смотря, давайте определим терминологию, что мы подразумеваем под жим-жимом. Давайте так, под жим-жим есть несколько видов. Первый, есть жим-жим лежа. Есть французский жим-жим. А есть жим-жим, когда это волнение перед выходом на сцену. Потому что я смотрю, что вы от волнения уже похудели. Это я, вот смотрите, спокойный человек. Собранный сюда. Не, ну, без эмоций вообще никак. Ну, конечно, да. Да, если ты не волнуешься, то, значит, тебе все равно, значит, ты... Значит, ты... Ты умер. Ты умер. Значит, смотрите, что мы сегодня делаем. Мы сегодня делаем печенюшки Sugar Free. Мы сегодня их делаем без сахара. В вашем случае, ваше, так сказать, печенье, то что... То принадлежит Диме и Яне, да? То есть вы можете представить. Если, как бы, взять вообще аббревиатуру, то получается Яд. Как бы Ян и Дима. Но это шутка сейчас. Это шутка. Вкусные, полезные печенья. Не надо, не надо. Дима лично яйца бил. Смотрите, мы с вами приготовим другое. Я вот так и хотел вас почему-то сегодня назвать. Дуэт Сухофрукт. Сухофрукт. Теперь давайте драться за... Кто же все-таки Сухо, да? В этом дуэте. Хэ, хэ, друзья. Может быть, у вас там... Громче телевизор. Сделайте, пожалуйста. Значит, дуэт Сухофрукт. Это всегда полезно. Это долгосрочный. То есть сухофрукты, они долго живут. То есть не надо обижаться сейчас. Ты фрукт. Я нет, я пытаюсь понять, о чем речь. Значит, я сухо. Ты сухо. Сухо. Пахо. Ты сухо. Пахо, я сухо. Да, значит, что нам понадобится для второго вида печенья? Понадобитесь вы, ваши волшебные руки, талантливые, из которых просто вот энергия. Ее не видно, но она идет. Дима вам уже натер масло. Нам понадобится одно яйцо. Потому что там, где, опять же говорю, есть вокал, мне кажется, что, ну вот, есть такой стереотип. Да, да. Нам понадобится противень. Не глотнул яйцо, считай, не спел вообще. Да, мы уже измельчили сухофрукты, орехи, то есть все, что вы найдете, можно найти сразу сбалансированные вот эти вот пакетики в сети супермаркетов Фидеско. Их найти очень просто. Я, в принципе, давал уже этот аромат послушать нашим гостям. Вкусно. Согласитесь, мы хотим просто вот добавить сюда сейчас яйца, банана и чуть молока, и это будет белковый коктейль Шварценеггера. Да, да, да. Ну, ты можешь мне этого не говорить. Хорошо. Чего, во-первых, вы ждете от возобновления проекта SugarFree? И какие эмоции у вас, возможно, как воспоминания, чтобы мы сделали некую завязочку из прошлого уже вот в современное сегодня? Раз, два, три, пошел. Что? А, нет, ну, ожидаем от сегодняшнего вечера, конечно же, той самой атмосферы, которая всегда, которая сопровождала всегда этот проект. Это атмосфера творческого беспредела, музыкального безумия, оральных песен, которые все... Ну, которые можно орать. Орать, да, всем вместе, вот. Вот, поэтому это всегда было восхитительно, и любой человек, который попадал к нам один раз, не мог никак уйти, потому что ему очень сильно нравилось. Потому что его там закрывали. Да, да, да. Представляли на следующий... На следующий день. Не, в общем, на самом деле атмосфера очень такая, она, не знаю, я считаю, очень близкой моей душе, поэтому я всегда это все чувствую как дома. Да, люди очень сближаются, когда все вместе поют, когда все вместе наслаждаются музыкой. Танцуют. Появляется очень много новых друзей, и поэтому, если вам одиноко и грустно, приходите сегодня вечером в шесть на завод. На завод, хорошо, но какие воспоминания все-таки вот я с первых выходов, когда вы первый раз вообще вышли на сцену? Ну, не вдвоем, понятно, по отдельности. Крис вообще у истоков, мне кажется, ты в первом, по-моему, даже участвовала. Ну, я, да, с самого начала, с открытия. То есть ты, извини, пожалуйста, но такой творческий ветеран, да, шугар-фрит? Когда еще сахар был маленький еще, да? Тогда еще было, но чуть-чуть. Ну, да, с первого выпуска шугара я спела тогда на сцене, помню этот вечер, ноги дрожат, руки, микрофон теряю, поднимаю. Но это было круто на самом деле, и с каждым разом какие-то свои там эмоции я старалась как бы... Что сегодня вы приготовили для публики, который придет к вам в... Да, как Яна уже выразилась... В Мейкерс. В Мейкерс, 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 да. Мейкерс, да. Мейкерс, как Яна уже выразилась, мы готовим такую максимально квартирную атмосферу, душевную такую. Как, скажем, если бы мы собрались вот с тобой, с Кристиной на кухне, как сегодня, и сидели бы у кого-то на квартире и пели так, мурлыкали под гитару. Только приумножить это на чуть-чуть большее количество людей, на большее количество ртов и на, значит, большее количество душевности, атмосферности, веселья, радости. Так что будет классно. Я уверен, что будет классно, но как часто, допустим, вам удается лично, лично вам удается выступить где-то вот так вот собравшись в кухне. Потому что есть же такое понятие, как соседи. Да, ну, слава богу, в Мейкерс соседей нет, а все те, кто есть, они... А в каких-то своих домашних условиях? Как часто ты поешь на кухне, Кристин? Слушай, я пою на самом деле на кухне, кстати, да, там акустика хорошая. Но в основном, когда я пробую как что-то новое или пишу какие-то свои новые песни, я когда их пою, я слышу именно стуки. Вот такие вот в двери и соседи, то есть, видимо, там что-то я не дотягиваю. Да, я слышу, что даже... Или я перетягиваю что-то. Сейчас хотят уже стучить даже закон, по-моему, что с шести вечера даже не шуметь. Это для нас, для музыкантов вообще... То есть ходи так и... Да, даже в душ, а как в душ. Ну поэтому, мне кажется, что в Мейкерс отлично возможностям, там по коридорам уже идешь, понимаешь, там уже окусника, там уже можно... Ты себя уже чувствуешь, не знаю, в Олимпийском, наверное, когда идешь по коридору. Просто, да, да, это... Свет, озариваю мою больную душу. Либо там луч, солнце, вот. Вот луч, солнце там хотелось бы. Коридоры темные, ты идешь, только вот в Мейкерсе светится. И только в Мейкерсе светится. Не хотел бы ли ты... Именно свет в конце тоннеля. Да, да. Не хотел бы ли ты, Михаил, включить сегодня режим Магомаева и тоже к нам присоединиться вечером. Кстати, да. Со своим лучом. С печеньками. Слушайте, я как-то вот давеча буквально в прошлую программу, случайно подпел аккордом. Я вам скажу о группе аккорд. Давайте так. Знаете, что странное получилось? Ну, так... А у меня вот будет... Вот у меня перед выходом на сцену есть жим-жим. У меня вот прям французский такой. Так ты не это такой. А, у тебя сильно прям? Нет, но я могу попробовать луч спеть. Аж мы можем это наиграть. Давай прямо сейчас, давай. А что мне делать? Что мне делать? Ты... Будь красивой. А ты эта принцесса, которая в замке, помнишь? Которая... Вот это вот. Нет, я не буду себе портить. Это вот так я смогу? Не попал? Попал. Уволен? Давай, давай. 3, 15. Луч солнца золотого, тьмы скрыла пелена. Миша, миша. И между нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Ночь пройдет, пройдет, пройдет пора, ненастное солнце зайдет. Не геребичка. Не геребичка? Не геребичка. Не геребичка. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Это был этот мумитроль в конце. Наверное. Я вначале сложал. Ну подожди, это вот хорошо, что вы пришли еще сегодня с родителями. Спасибо вам большое. Тебе спасибо, Викторин. Я не ожидал. Огромная честь. Огромная честь подграти. Гриф, ты большая молодец. Я почти. Смотри, у тебя получилось, знаешь что? Тесто. Тесто. А что должно было? Тесто. Ты, 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 ты. У тебя должно было получиться прекрасное тесто. У нас, кстати, сейчас будет вообще волшебство, волшебство волшебное. Прям волшебное, преволшебное. Потому что я, наверное, сейчас попрошу вас. Я дальше сам все домешаю. Ну окей. Туда добавлять. Добавляйте. Пошли. Добавляйте. А я в это время нашим телезрителям напомню, из чего готовится наше вот это удивительно праздничное печенье без сахара, sugar free. Конечно, хорошее настроение всегда за столом, неважно каким, оно естественно создается благодаря музыке. И если у вас есть такой инструмент, как гитара или женщина, вы можете смело попросить ее подыграть вам. Подыграть. Все, туда добавлять. Простите, пожалуйста, конечно, конечно. Ты почему плачешь? Я счастлив, что ты у нас есть. Я тоже. И, пожалуйста, сухофрукты. Да вообще можно любой инструмент приносить. Мы всегда открыты к экспериментам. Перфоратор. А, кстати, можно же играть даже на инвентаре. Понимаешь? Нет. А вот у вас приходят музыкальные гости, что никто не пытается. Неужели что-нибудь тут есть? Рома стучал у нас ложкой по столу. Он голодный был, да? Я подыгрывал какой-то баночкой соли или перца, не помню. У меня получились маракасы. Нет, мы здесь можем создать свой коллектив. У тебя получится это плотненько перемешать? Конечно, говорит. Конечно. Друзья, я напомню, что мы сегодня готовим второй вид печенья. Значит, 150 граммов масла сливочного мы натерли на крупной терке, пока она еще холодная. Вот. Дальше мы добавили буквально 200-250 граммов муки. К муке добавили одно всего лишь яйцо. Туда же добавили 50 миллилитров. Возможно, 100 уже на ваш курс. Смотрите, молока. Вот. Из этого мы замесили уже тесто. Сейчас вот понадобилась мужская сила. Мы добавили измельченные наши сухофрукты и орехи. Сейчас это все просто, Паше, нужно будет делать не вилкой, а руками. Но я это сделаю я, потому что у тебя в руках будет еще инструмент. Давай. Да. Вот. И сейчас мы это все, вот это вот тесто я сейчас скатаю, извините за выражение, в такую колбаску. Эту колбаску мы отправим буквально на 5-10 минут в морозилку. Послушаем еще одну великолепную песню выпускников Sugar Free. Сегодня они меня спровоцировали уже. В который раз, что, видимо, я тоже появлюсь на сцене, мне теперь нужно выбрать только песню, которая подойдет тембру. Потому что мне кажется, что каждый из вас умеет петь. Надо просто подобрать вашу тональность. И причем, если вам кажется иногда, что у вас низкая тональность, нет. Низко петь, кстати, гораздо тяжелее, мне кажется, чем выше, да? Все зависит от твоих природных данных, что тебе комфортнее, как бы, делать. Да. Зависит. Ну, вы в каком тембре? Вы же знаете свои возможности? Вы смогли бы спеть, допустим, оба фальцетом или могли бы раскидать? Наоборот, знаешь, как голоса, как будто Паша поет, как девочка, а ты поешь, как Паша. Ну, мы всегда открыты к экспериментам, конечно. Но зачем? Если и так нормально. Хорошо, на ваш взгляд, сейчас в современном мире шоу-бизнеса и музыки, что сейчас все-таки модно, актуально, что сейчас побеждает все чарты? Рэп. Как этот в Америке, саундклауд рэп, мамбл рэп, когда они такие всякие, типа, крутые пацаны с татуировками на лицах. Возьми, пожалуйста, пленочку. Ты говоришь. Да, да, да. Но мы придерживаемся того, чтобы не ориентироваться на какие-то топ-чарты, хит-парады. Мы стараемся делать честную музыку на своих мероприятиях, на своих проектах. То, что ближе нам лично, ближе исполнителям, которые тоже участвуют в этом всем. И так как у нас очень много разных вокалистов обычно участвует и много разных музыкантов, то складывается такая широкая палитра из совершенно разных стилей, из совершенно разных исполнений и совершенно разных песен. Поэтому я думаю, что всем будет интересно. И тем, кто любит то, что в топовых чартах, и тем, кто любит что-нибудь, что записали на пластинке где-то в 36-м году под Ингушетией. И два маленьких кавказских мальчика, никому не рассказывая об этом. Я тянул время, потому что ты как-то молчишь. А, а я тебя, я тебя, я тебя набрал, слушай. У меня, знаешь, у меня на самом деле, я пару раз встречал людей относительно таких уже почему-то пассивно настроенных. Размотай, пожалуйста, еще немножко пленочки. Пассивно настроенных, знаете, что они говорят? Наверное, вот среди наших телезрителей, я надеюсь, что их нет, но, возможно, есть. Люди, которые, да не, ну, конечно, конечно, у них там генетически передается, они, конечно, там с детства поют, они там, не знаю, все умеют, все могут. Друзья, мне кажется, что надо просто однажды взять и попробовать, правильно? Согласен, согласен. Хотя, хотя, не скрою тот факт, в принципе, сейчас вот вы мне должны помочь развеять этот миф, что у вас, Павел, поющие. У вас поющие родители? Нет, а у тебя поющие. У меня поющие, да. Я считаю, что у меня мама поет, как бы она воскрывает на самом деле, но... Там у вас будильник. А вот это как раз праздник сейчас, который мы с вами создадим. Ну, давай. Помимо вашего прекрасного выступления в проекте Sugar Free, я попрошу сейчас Пашу или Крису уже посмотреть. Возьмите красную перчатку Ханса, она поможет сберечь ваши нежные руки. И оттуда, пожалуйста, вынимайте прямо вот... Я еще пять не умею, но стоять могу. С гитарой, да? Да. Ой, ой, ой. Что-то вкусное. И у нас... И... О, ты боже мой! Да как так-то? Как такая вкуснятина-то? Подождите! А? Барабанную дробь. Давайте, давайте. Возьми любой аккорд. Возьми до. Ля мозоль. Любой, но возьми до. Я его не знаю. Смотрите. Дамы и господа. Дамы и господа. Уважаемые телезрители, давай его прям сюда. Та-ра-та-та-та-та-та. Ой. Рассыпчатое, вкусное печенье без сахара. Называется Sugar Free от Яны и Дмитрия Спиваковых. Шутка такая сейчас, да? Потому что они не муж и жена, не переживайте. Они просто хорошо знакомы. Так вот, рассыпчатое печенье сейчас мы дадим ему немножко остыть. В это время я пока хочу отправить нашу вот эту колбасень, которая у нас получилась. Посмотрите, какая чудесная штуковина. Буквально на 5-10 минут в морозилку, потому что нужно, чтобы масло немножко затвердело. Только потом мы нарежем печенюхи с вами. Можете любых форм прям под себя, можете хоть буквы ваши, имен своих писать. И выложим это все на противень и тоже отправим. На 15 минут при той же температуре 180 градусов в нашу волшебную духовочку Ханса. А вот эту вот колбаску мы отправим сейчас в холодильник. А в это время я попрошу вас, уважаемые, наши любимые гости сегодняшней программы, прежде чем, так сказать, вы получите еду, поработайте. Привычная, привычная ситуация, да. Поработайте, пожалуйста, на публику. Я даже могу объявить вас в этот самый лучший микрофон в мире. Друзья, Sugar Free – это отличный трамплин для самореализации. Если вы умеете на чем-то играть, что-то петь, пишите нам на страничку Sugar Free в фейсбуке. Приходите, опытные и очень добрые люди обязательно вас примут. И поверьте, там просто-напросто душевно. Поехали. Что стоишь? Танцуй! Очень superstitious. Родинс на куал. Очень superstitious. Родинс на куал. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Волшебство, друзья, конечно же, в том, что с вами всегда хорошие люди. Люди, которые единомышленники. И независимо от того, чем вы занимаетесь, чем вы увлекаетесь, как я говорю, умеете хорошо сверлить, или, допустим, прекрасно справляетесь с сантехникой, или, возможно, вы лечите зубы, а может быть, вы спасаете бездомных животных, а может быть, вы просто поете прекрасные песни. Вы всегда вокруг себя соберете единомышленников. Откуда эта философия, скажете вы? Да, откуда? От того, что рядом со мной вот эти вот заряжающие своей энергетикой великолепные наши сегодняшние гости. Вот они сейчас друг друга заряжают. А я в это время все-таки, вы уж простите, но я достану. Доставай. Доставай. Ты еще не достал? Доставай. Нет, не доставай. Но оно даже до того, до запуска. Нет, оно все, оно вот сейчас. Ты думаешь? Конечно. Ну ладно, не будем спорить. Смотрите, пузырится, пузырится. Конечно. Потому что здесь сливочное масло. Вы должны были, это будет как небольшой тортик, что ли. Я предлагаю завершить нашу программу не только этим великолепием, которое вы сейчас видите на вашем экране, не только, так сказать, еще перечнем ингредиентов и схемой приготовления, но еще и великолепными голосами. Потому что сегодня всего лишь часть проекта Sugar Free, главные организаторы, исполнители, так сказать, те, кто оценивает вас, когда вы туда попадаете только-только. Поэтому я хочу пригласить Яну и Диму, с которыми мы начинали, собственно говоря, нашу сегодняшнюю программу. Заходите, ребята. Я знаю, что у вас в финале есть красивая песня. Нет, не то, чтобы она была у нас изначально, как-то мы подумали, а почему, собственно, и не да. Завтра же будет импровизация в том числе. Да, да. Всегда любим поджимовать, даже с теми, кто просто приходит в качестве зрителя. Давай джимовать. Джимовать. Друзья, кто-то начинает зимовать, а кто-то начинает джимовать. Не репетировали ни разу. Тебе не нравится дым, черт с ним, но он убивает слова. Круг голова, уже разносит, ну, вап, ну, вап, ну, вап, что между нами чувава. О чем с тобой говорить? Потеряли нить, быть не собой, перестать. И дома спать, ну, с ней сберить на глаз. А сейчас зачем мы там, им на тормоз и не на газ? Вопрос извечный, зачем, да почему? Я по нему с ума, ты не с ума. Эти ночи в Крыму теперь к кому? Я если встречу потом, передам ему без габельной голосу, как электрошон. Я в ухо без вина, твоя вина. Уже узнает струна, дотяна им дали сюда, во все, а эта волна. Я помню белые обои, черная пасута, нас в рущевке поем. То мы откуда, откуда закрываем, чтобы копилок плюшки стыдут. Объяснили тебе новых тер, и почему они так скинут. Спасибо огромное, друзья. Шукажи, новый трамплин для ваших творческих возможностей. Заходите к ним на страничку на Facebook, к нам. Заходите на страничку на наш сайт rtr.md и находите азбука вкуса. Я благодарю... Мы сегодня вечером, сегодня вечером. Мы сегодня вечером, московский 20-11. Шесть вечера. Шесть вечера. Вот, приходите по этим красивым длинным коридорам, ищите луч солнца золотого. Печенюхи, между прочим, получились изумительными. Всем пока, не болейте. Увидимся совсем скоро, через неделю на канале АТР. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...